Всем привет! С вами снова Амир. В этом видео я предлагаю поговорить о том, какое вино ни в коем случае не нужно заказывать в ресторане. Давайте вместе во всем разберемся и заодно подучим испанский. Давайте внимательно послушаем эксперта, профессора экономики. Его зовут Чавьер Салэй Мартин. И потом проанализируем подробнее, что он сказал по-испански. Продолжение следует... Так, теперь давайте рассмотрим внимательнее, что же он сказал в первой части. То есть причина, по которой я в состоянии сделать эту рекомендацию. То есть быть в состоянии сделать это, быть в состоянии сделать что-либо. То есть я в состоянии сделать эту рекомендацию. То есть не будучи экспертом в винах. То есть да, и какая причина, по которой он может сделать эту рекомендацию. То есть да, и не знают, какое вино попросить. Это всегда просить второе, самое дешевое вино, если дословно перевести. То есть мас парато, самое дешевое. И давайте теперь рассмотрим почему, да. Потому что им не нравится остаться как скупыми, как жадными. То есть показаться, имеется в виду, да, скупыми, жадными. То есть просить, самое дешевое вино. Еще раз рассмотрим предложение целиком, да. Но в то же время они не хотят тратить много денег. То есть тампоко, это такое очень полезное слово, и отрицание уже включено. То есть, но они также не хотят тратить много денег. Sobre todo, en un vino que no saben si será bueno o no será bueno. То есть прежде всего на вино, которое они не знают, будет хорошим или не будет хорошим. Да, давайте теперь рассмотрим это предложение целиком, да. Да, но в конце вот этой первой части. Por lo tanto siempre acaban pidiendo el segundo vino más barato. И поэтому они всегда заканчивают, да, acaba, acaban, да. То есть это они заканчивают, acabar, это заканчивается, да. Por lo tanto siempre acaban pidiendo el segundo vino más barato. То есть всегда они заканчивают, прося второе самое дешевое вино. То есть это вот о чем говорится в первой части презентации.